Ваше участие. Отлично, все уже идет. Настройка конференции на Facebook Live. Сейчас я открою свою страничку. Пошла ли трансляция. Все сверим. Часы есть уже. Замечательно. Окей, прямой эфир уже запущен. Сейчас теперь только слайдики. Запускаю. Демонстрация экрана. Наши слайды. Куда делись слайды? Сейчас, секундочку. Держимся. Держимся. Есть. Еще. Вот, есть. Дело в том, что сегодня у нас будет очень такой информационный. Можно кнопочку. А там есть выключить сразу. Сверху еще. Вот, есть. Здравствуйте всем. Чат работает. Единственное, что микрофончики будут только у троих спикеров активны. Отлично. Слайды видно. Надеюсь, что слайды видно. Сейчас проверим, как это все происходит у нас в Фейсбуке. Потому что нас настраивались. Мы старались очень сильно для вас. И сегодня у меня для вас просто потрясающий подарок. Потому что у нас удивительный спикер. У нас сегодня просто мега спикер. В каком плане я очень ценю время и знания этого человека. И я очень ценю то, что Светлана Сечкарь, прекрасный врач-эндокринолог, диетолог. Я вам даже сейчас, более того, я вам скажу сейчас, что Светлана Сечкарь, она не только практикующий доктор. 15 лет практического опыта в медицине. Но есть у нее клиенты из 20 стран мира. Более 30 тысяч проведенных консультаций. Более 4 тысяч человек прошли обучение за 4 года. Именно в проекте еще у компании ЦХАКа Пентасевича. Также человек помогает разобраться с питанием, восстановить здоровье при сахарном диабете, нарушении в обмене веществ, наличии лишнего веса, при болезнях щитовидной железы и прочее. И также Светлана помогает сохранить, укрепить и прожить долгую счастливую жизнь. И нет на словах, а на практике, потому что я наблюдаю за этим доктором. И я очень рада, что у нас сегодня есть Светлана Сечкарь, потому что это член Украинской ассоциации диабетологов, член Украинской ассоциации функциональной медицины, тренер, коуч, главный коуч программы «Победа» у Петносевича. И также я просто вижу, что она еще врач-эксперт на радио, телеканалах, СТБ, «Все будет добре», «Заживай», «Си-ТВ», канал «Украина», новый канал «ТРК», «Киев» и прочее. Поэтому, Светочка, для нас это очень большой подарок, что мы с тобой на «ты», поэтому я позволю себе, что ты есть сегодня в нашем эфире. Есть ли видны слайды или нет? Мне пока не видно. Окей, понятно. А я же тут думала, что уже слайды видно. Сейчас сделаем демонстрацию экрана. А я-то тут стараюсь. Вот они, эти слайды. Слайды замечательные у нас. Теперь видно? Да, видно. Замечательно. Итак, Светлана Свечкарь. Благодарю, Марин, за такое чудесное представление. Прямо аж порадовалась, за себя засмущалась. Столько много всего. Марин, я правильно понимаю, ты будешь переключать слайды, и мы будем… Если можно, уже пускай будет так, а то если мы начнем еще по-другому настраивать, то это будет хорошо. Это очень не устраивает, просто я хочу понимать, как будет проходить процесс. Я, безусловно, хочу прежде всего поприветствовать участников этой конференции, если можно так назвать, и поблагодарить вас за проявленный интерес. Очень буду рада быть вам полезным. Возможно, полученная сегодня информация вам позволит немножко по-другому посмотреть на ситуацию, которая происходит с сахарным диабетом, узнать для себя очень интересные вещи, и самое главное – защитить прежде всего своих близких, себя от этого заболевания. Вы научитесь, вы поймете, как правильно выявлять состояние преддиабета, как диагностировать сахарный диабет на ранних этапах его развития. И, безусловно, если даже уже есть такие участники, у которых есть сахарный диабет, то данная информация поможет вам, наверное, даже предотвратить прогресс развития этого заболевания, потому что не так страшен сахарный диабет, как страшны те осложнения, наверное, опасны для нашей жизни, для нашего здоровья, которые развиваются на фоне сахарного диабета. Но, безусловно, благодарю Марину за такую возможность. Давай будем переходить к следующему слайду. Здесь информация обо мне, которую Марина уже вам рассказала. Действительно, у меня опыт работы в медицине более 15 лет. Я свой путь в медицине, несмотря на то, что сейчас у меня такая уже экспертность большая, и выступления на различных телеканалах, и участие в сотрудничестве с международной тренинговой компанией Ицхак Пентасевич Системс, и мое участие в таких вот украинских ассоциациях. Я начинала свой путь в медицине, практикующей с 2006 года, даже немножко раньше, потому что я заканчивала медучилище, и после медучилища, это в 2000 году, я сначала поступила на работу, небольшой промежуток времени у меня прошел в качестве, проработала в качестве участковой медсестры, ну, собственно говоря, как фельдшер, даже так фельдшер. А после я продолжила свое обучение, 6 лет института, и в 2006 году я начала свою практику в качестве доктора по оказанию неотложной помощи в одной из больниц города Киева. Это седьмая городская больница, если кто в Киеве, передаю вам привет, на улице Котельникова, 95, там проходила моя интернатура, и дальше меня взяли на работу, проработав врачом-терапевтом, как я сказала уже по оказанию неотложной помощи, дежурила по ночам, можно так сказать. В 2013 году я получила специализацию, прошла обучение, получила специализацию, стала эндокринологом. Ну и как-то так, видимо, это такое было. Никогда себе раньше не думала, что я буду эндокринологом, но когда я разобралась в этой сфере медицины, наверное, так, казалось, что это очень такая интересная профессия. Я получила, даже неожиданно было для самой себя, потому что именно после того, как я стала эндокринологом, жизнь как-то начала очень сильно развиваться, меняться, и мне очень нравилось то, чем я занималась. Ну и сейчас, уже пройдя определенный путь, я являюсь и врачом-эндокринологом, диетологом, также я эксперт функциональной и антиэйдж-медицины. Это новые такие направления, я это изучаю, потому что это позволяет по-другому взглянуть на сам процесс лечения больных, потому что, мне кажется, умение лечить правильно заболевание какое-то, да, человека, который обращается к тебе за помощью, это такой вот как бриллиант, и в этом бриллианте официальная медицина, те знания, которые мы получаем в институте, это только одна из граней, а чтобы он смог блистать, действительно вот так вот важны, как в моем понимании, да, то, что я использую в своей практике, такой многогранный подход, это и понимание как бы психологического составляющего, состояния здоровья человека, который к тебе приходит, и, допустим, знания в диетологии, и знания каких-то глубинных биохимических процессов, которые сейчас все больше и больше открытий, что дает функциональная медицина, вот, ну и просто мое, наверное, желание помочь людям сохранить свое здоровье, восстановить его, ну и как прожить долгую счастливую жизнь, которую, в принципе, я думаю, что уверена, да, что такой потенциал заложен в каждом из вас. Вот почему я пригласила тебя как эксперта, я же присматриваюсь, не только ты ко мне присматривалась в течение этого времени, а и я к тебе присматриваюсь, и я вижу, что вот, знаешь, ну настолько правильный подход в консультациях, в лечении, что, ну, я думаю, что людям... Понятно, что ты выступаешь и на телевидении, все нормально, это да, это бывает такое, когда телефон звонит в самый ненужный момент. Я понимаю, что ты выступаешь и на радио, и на телевидении, и миллионы людей смотрели тебя, но есть у нас определенная ниша людей, которые ценят каждую минутку, не смотрят телевизор, но они смотрят, смотрят наши лекции, наши встречи, потому что они знают, что они там для себя что-то слушают эксклюзивное, полезное и очень важное. И это, по крайней мере, касается меня. Вот у меня пять детей, уже есть внук, мне не хватает времени на то, чтобы смотреть телевизор, когда уже не хочется, нет такой вообще даже мини-привычки. Мариночка почему-то зависла немножко. Уважаемые участники, сейчас мне немножко сложно разобраться. Напишите, пожалуйста, в чат, не пойму, в чем произошла проблема. У меня зависло видео с Мариной. Напишите, пожалуйста, в чат, как меня слышно, как меня видно. Кто, у кого есть такая возможность. Мы вас отлично слышим. Благодарю. Так, благодарю, спасибо вам за отклик. Я тогда думаю, что Марина подключится к нам в ближайшее время. Я просто хочу немножко продолжить. Она ей выбила. Хочу продолжить немножко. И презентация пропала, наверное, историю, которую Марина начала. Мы с ней познакомились чуть больше года тому назад. Марина рассказывала о препаратах компании Fitline. И, если честно, мне просто очень ценно тот путь, мой опыт, который я прошла, и то, что я получила, то, что я даю людям. И вот Марина мне рассказывала о препаратах компании Fitline. И для меня до сих пор еще, ну, я уже на пороге принятия решений, потому что мне важно, если я буду рекомендовать препараты этой компании, то понимать, что действительно они качественные и действительно могут в таком комплексном подходе действительно помочь скорее преодолеть какие-то сложности, которые возникли со здоровьем. Так, конечно, смотри, у нас небольшой глюк какой-то произошел в интернете. И я зашла с телефона, потому что у меня все зависло. У меня такой караул, просто думала, как это, Facebook, лайк, Facebook. Вроде как идиот, понимаешь, что самое интересное. Я сейчас буду смотреть. Марин, я могу тогда, может, демонстрацию включить? Включи, пожалуйста, от себя. Хорошо, тогда я сейчас проверю. Ты являешься организатором? Да, являешься организатором. Хорошо. Ага, вот эту, которая крайненькая у меня тут. Тогда я закрою, чтобы она мне не мешала, которая не нужна. Так, и демонстрация с экрана, совместное использование. И сейчас я открою презентацию. Пробую. Хорошо, что я тебе переслала ее еще чуть-чуть раньше. Видно ли меня сейчас? Видно тебя сейчас, и слайдики видно замечательно. Хорошо, я тогда открываю на весь экран, как и буду сама тогда управлять процессом, так как я тоже... Супер, да. Потом будешь нам просто с Машей помогать на нашем блоке. Ага, хорошо. Так, да, сейчас немножко. Вот. Хочу прежде, чем рассказывать про сахарный диабет, сказать, что какое есть определение в медицине, да, и какие я встречала взгляды про сахарный диабет и позицию по поводу появления сахарного диабета, его развития и прогрессирования. С позиции официальной медицины считается, что сахарный диабет – это хронически прогрессирующее заболевание, ну, которому люди не выздоравливают. Но, с другой стороны, с позиции функциональной медицины есть исследования, которые говорят о том, что если подойти правильно к восстановлению, я так могу сказать, лечению и восстановлению организма, да, которое возникло на фоне сахарного диабета и придерживанию, ну, как бы, нахождению в таких вот рамках, да, в таких вот, ну, придерживании таких рекомендаций, то где-то за 4-5 лет можно, во-первых, восстановить процесс, который приводит к прогрессированию, развитию сахарного диабета. И из моей практики, пока опыт я наблюдаю, вот есть люди, которые с момента установления диагноза сахарный диабет по 4-5 лет не принимают сахароснижающие препараты, просто корректируют показатели своего здоровья, свое состояние с помощью питания и физической активности. Расскажу об этом чуть позже. Итак, на сейчас количество больных в мире – это 425 миллионов человек. Но есть еще такая статистика негласная, да, которую пишут, это не официальная медицина, известный, например, такой доктор Мельниченко, он профессор в России, который говорит, еще есть такая позиция, что на один установленный диагноз сахарный диабет официальный существует три неустановленных случая сахарного диабета у людей, которые просто живут и абсолютно не знают, что он есть у них. Почему так происходит? На мой взгляд, это из-за того, что, во-первых, я всегда, вот когда люди ко мне приходят на консультацию, стараюсь разделить ответственность, показать людям, что не только их состояние здоровья зависит от врача, то, что врач вам расскажет и даст, и вы там будете выполнять, и все, вот так вот и будет. Но еще и самого желания человека быть здоровым и как-то справляться со своим заболеванием, поверить в то, что действительно у него это получится, он это сможет. И, значит, важно, да, зная такую статистику, понимать, что если есть склонность к развитию сахарного диабета или есть, вот мы сейчас будем говорить там про факторы, про группы риска, то важно уметь выявлять на ранних стадиях и понимать, что происходит. Как по стоимости, по затратам, да, что происходит в мире с сахарным диабетом? Вот я нашла такую статистику, что 300 миллиардов долларов в год на препараты для людей, болеющих с сахарным диабетом, на тест-полоски выделяет государство. Приблизительно я посчитала такую сумму, мне было просто интересно, сколько же, допустим, в Украине может тратить человек на лечение данного заболевания, если оно уже появилось, и для того, чтобы с ним справиться, если просто использовать, допустим, медикаментозные препараты. Где-то приблизительно, я так уже с накидкой посчитала, это 50 тысяч гривен в год на одного человека. Я сюда учла и стоимость глюкометров, и тест-полосок, и препаратов, допустим, просто первой линии, возможно, кому-то 2-2 группы препаратов. Плюс реабилитацию важно для того, чтобы избежать осложнений при сахарном диабете, проходить хотя бы 2 раза в год такой комплексный прием препаратов, который предотвращает развитие осложнений при сахарном диабете. Согласитесь, лучше такую сумму тратить на отдых, куда-нибудь поехать, или что-нибудь для себя такого полезного, более радостного купить, чем, допустим, пить, тратить такие деньги на таблетки и прочие не совсем приятные процедуры. Но ситуации, конечно, бывают разные. Почему мы сегодня говорим о сахарном диабете? Потому что седьмое место в мире, а это по общему количеству, полтора миллиона человек в год умирает от сахарного диабета, и по смертности седьмое место в мире занимает сахарный диабет. Так посчитала, приблизительно это 3 человека в минуту умирают от сахарного диабета. Скажу вам немножко другой еще момент в этой статистике. Получается, первое место все-таки в мире по смертности отдается болезням сердечно-сосудистой системы. Так ли это? Зная структуру, то, как устанавливаются диагнозы и причина смерти людей со временем, просто выносится основная причина, допустим, смертности устанавливается людей, и таким образом попадает это в статистику. Но на самом деле очень часто, например, человек, допустим, у которого произошла какая-то сосудистая, сердечно-сосудистая проблема, инсульт, инфаркт, это вызвало какие-то последствия летальные, то есть привел к смертности, имели еще сопутствующие заболевания сахарный диабет. И даже более того, вот мы сейчас дальше будем говорить, в начале появляется диабет в такой скрытой форме, а уже дальше развиваются болезни сердечно-сосудистой системы. И у меня в практике были такие, приходят очень часто клиенты, которые говорят, что вот мы, я попал в больницу, у меня был какой-то гипертонический криз, и выявили сахарный диабет. Если давление у меня давно уже повышенное было, то на самом деле изначально был сахарный диабет, который никак себя, никоим образом не проявлял, а уже на фоне вот такого давнего и нелеченного диабета, плюс вот этот еще не скорректированный образ жизни на фоне гипертонической болезни, привел к тому, что это привело к кризу. И такая вот ситуация, к чему хочу сказать, что реальные цифры больше. И рост заболеваемости на сахарный диабет, вот если сейчас 425 миллионов, то за 40 лет, получается 1980 год, увеличилось на 300 миллионов, больше, чем на 300 миллионов. Представляете, какой рост этой болезни произошел в мире буквально только за 40 лет. И я вам скажу, что такая цифра, вот 425 миллионов, она превысила прогнозы Всемирной организации здравоохранения относительно сахарного диабета. И дальше эти показатели продолжают расти. Почему так происходит, давайте будем разбираться. Итак, прежде всего, хочу вам рассказать о группах риска. Что такое группы риска? Это те группы, какие-то ситуации жизненные, которые могут привести к тому, что у человека может либо развиться сахарный диабет, либо прогрессировать в скрытой форме. Причин, почему появляется, откуда он берется, однозначно ее нет. Есть какие-то факторы, наследственный фактор, например, есть зависящий, допустим, фактор от образа жизни, от того, что мы переедаем, малоподвижный образ жизни. То есть их, на самом деле, очень много. Но выделены также особые группы риска, кому стоит обратить внимание. То есть кто находится в этой группе, кому стоит подумать. Возможно, при необходимости даже сдать какие-то тесты лабораторные, чтобы понять, понять, есть ли это заболевание в какой-то скрытой форме, либо кроме просто еще одного, самого диагноза сахарный диабет, есть еще такие состояния, они входят в категорию преддиабет. Это два диагноза, нарушение толерантности к углеводам и нарушение гликемии натощак. И давайте все-таки разбираться, кто же входит в группу риска. Все люди старше 45 лет. Да, вот как только исполняется 45 лет, человек попадает в группу риска. Вот эта вероятность начала заболевания увеличивается. Дальше. Взрослые люди с индексом массы тела более 25 кг на метр в квадрате и с наличием еще одного из факторов риска. И дальше они перечислены. Сейчас я подробненько про каждый из них расскажу. То есть первый фактор – это люди старше 45, дальше – это те, что больше 25, это наличие лишнего веса, грубо говоря, или ожирение той или иной степени выраженности. И если к этим, скажем так, двум факторам еще какой-то из них добавляется, то это в разы повышает вероятность либо наличия сахарного диабета, либо его появление с возрастом, со временем, с определенным промежутком времени. Итак, низкая физическая активность. Давайте разберем, что такое низкая физическая активность. Есть у меня тоже такая статистика, что диагноза гиподинамия в год умирает более 5 миллионов человек. Что значит гиподинамия? Это те люди, когда диагноз устанавливается, когда человек сидит в день очень просто – более 5 часов. вот сел и сидит подряд более 5 часов, не вставая в сумме, вот там, допустим, даже с перерывом. Если есть такое, у многих из нас сидячая работа, то что важно делать? Помнить просто про это и стараться делать какие-то перерывы, остановки. Вот, например, в развитых компаниях, таких как Apple, например, Samsung, Google, сейчас происходит такая ситуация, что работодатели обеспечивают рабочие места для людей не только, чтобы они сидели, у них там было кресло, там какой-нибудь удобный компьютер, а также и место, где человек может работать стоя. И как раз вот такие крупные компании уже начинают об этом задумываться. Дальше, какой конкретно вам бы хотелось дать рекомендацию в плане еще физической активности? Кроме того, что следить за вот этим и делать какие-то остановки на работе, возможно, искать возможность даже поработать стоя, если есть такое, да, там на работе. Еще чем вы себе можете помочь в этом – это ходьба. Вот, не знаю очень много особенностей там при беге, да, там при физических каких-то упражнениях, как это может иметь негативные последствия для неподготовленного человека. Но ходьба, она в принципе, ну как, это такой вид активности, который имеет, ну, нету, как бы сказать, таких каких-то противопоказаний, да, и подходит, наверное, всем людям, которые способны двигаться. Какие есть показатели, такие, да, рекомендации по ходьбе? Первое – это на самом деле очень просто, хотя бы полчасика в день вам важно ходить, выходить на улицу и ходить. Но не просто это должна быть ходьба, а это должна быть ходьба с нагрузкой. Даже если она просто будет без нагрузки, это уже будет хорошо, вы будете большие молодцы. Что такое ходьба с нагрузкой? Это когда вы начинаете идти, ускоряетесь и в какой-то момент делаете замер пульса. И что бы важно, чтобы пульс был где-то 110-120 ударов в минуту. И вот с таким темпоритмом, с такой скоростью вы проходите полчасика. Если сложно, за один такой вот, ну, скажем так, подход пройти полчаса, делайте такие промежутки по 10, три раза по 10 минут. И важно, чтобы вот в таком режиме у вас было 5 дней в неделю. И хотя бы 1 или 2 дня в неделю важно длинные пешие прогулки, уже пересмотрены показатели не 10 тысяч шагов, а 15 тысяч шагов. То есть это приблизительно где-то часа 2 такой вот прогулки, длительной низкоинтенсивной прогулки. И тогда можно так сказать, что у вас вот этот пунктик, то, что низкая физическая активность отпадет и будет все хорошо. Дальше, если есть родственники первой линии, первой степени родства с сахарным диабетом. Безусловно, что у каждого из нас разные какие-то свои ситуации жизненные, да, и возможно такое, что вот кто-то из родственников уже заболел с сахарным диабетом или обнаружили. Да, есть определенная степень риска, да, который влияет, говорит о том, что у нас тоже может там этот 6-й ген на определенной хромосоме запустить, развитие там вот этого процесса инсулино-резистентности. Мы о нем еще будем говорить. Но это просто только 10%, генетика только 10%. Представляете, 90% зависит от вас. Я все-таки думаю, что это такой весомый аргумент, то, чтобы поверить, что вы действительно можете справиться с этим. И этот диагноз у вас не появится. И даже если он есть, то тоже сейчас информацию, которую вы получите, поможет вам сделать все для того, чтобы не развились осложнения. Так. Женщины, родившие ребенка с весом более 4 килограмма. Здесь тоже, как и сами женщины, которые родили деток с весом более 4 килограмма, так и ребеночек, родившийся с весом более 4 килограмма, тоже являются в группе риска по развитию сахарного диабета. Я сейчас хочу сделать такой акцент именно второго типа. И говорим мы сейчас действительно больше о втором типе, потому что они отличаются от первого. Сам гистационный диабет – это такой диагноз, который, состояние, наверное, даже который ставится во время беременности при наличии определенных лабораторных тестов, которые показывают, что у женщины есть гистационный диабет. Это не болезнь, это такое состояние, которое развивается у женщины в связи с определенными гормональными изменениями на фоне беременности. Но это не значит, что она после беременности будет продолжать болеть с сахарным диабетом. Она остается в зависимости от того, как себя женщина поведет и как найдет пути выхода, найдет решение того ситуации, которое сложилось во время беременности. Часто это очень связано еще и с генетическими какими-то факторами, то есть наследственность была и большим набором веса за период беременности. То есть если был гистационный диабет во время беременности, то он может быть в последующем, а может и не быть. Сто процентной такой зависимости нет и абсолютно не стоит из-за этого расстраиваться. Если есть артериальная гипертензия, то уже вы попадаете в группу риска при сахарном диабете. Здесь тоже такой момент очень интересный. Почему гипертензия? Потому что, наверное, многие из вас уже слышали, я буду о нем говорить, таким, знаете, пусковым механизмом или, как сказать, патологическим процессом в нашем организме, который запускает развитие сахарного диабета. Он же не появляется просто так, раз у меня все, есть диабет. Нет, там просто происходят определенные изменения на уровне биохимии, не хватает каких-то элементов, нутриентов. Идет развитие, процесс такой происходит, который в последующем приводит к диабету. Так вот, этот процесс, он называется, ведущий, наверное, в развитии сахарного диабета, он называется таким медицинским термином инсулинорезистентность. Думаю, что многие из вас слышали. И вот эта инсулинорезистентность, она является как таким механизмом развития, как и сахарного диабета, так и артериальной гипертензии. Оно все вместе, ну, как бы просто ускоряет, наверное, его развитие. Вот, поэтому важно, если есть давление, то разобраться с ним и узнать, действительно, как можно с помощью питания и коррекции образа жизни, с умением, получением навыков, как справляться со стрессом. Потому что очень, знаю, много моментов при артериальной гипертензии, это неумение людей справляться со стрессом. Плюс еще часто артериальная гипертензия, это из-за нарушения оттока, каких-то изменений в шейном отделе позвоночника, изменения сосудов, где-то пережимаются, там вот первые моменты отсюда и снижение зрения. Поэтому даю вам такие вот рекомендации, на что стоит обращать внимание. А уже не спешить, да, вот, ну, как бы не надеяться только на сахар, на препараты для снижения артериального давления. Также процессом, который, наверное, да, ухудшает вот этот момент и ускоряет развитие сахарного диабета при наличии других уже факторов риска, это повышение уровня холестеринов и триглицеридов. Это такие, ну, я их называю жировые клеточки крови, да, которые, происходит этот процесс, он совместно, как только у нас есть нарушения в углеводном обмене, да, как я уже говорила, первый, это там преддиабет, вот эти состояния два, то в связи с биохимическими процессами дальше еще и включаются, и нарушается жировой обмен, развивается так называемое висцеральное ожирение. То есть мы можем вес набирать вовне, да, это проявляться там будет, ну, часто при диабете, например, есть такой симптом, когда увеличится животик в размере, а ножки остаются худые. Вот это такой типичный синдром, симптом при диабете. И вроде бы человек тогда становится на весы, у него вес нормальный, а вот такое вот изменение формы тела, вот важно обращать на это, да, и там, допустим, на УЗИ покажут, что есть жировой гипотоз печени. Вот здесь вот такие звоночки, которые тоже подскажут, что надо поискать, поисключать диабет. Дальше. Женщины с СПКЯ, синдром поликистозных яичников. Собственно говоря, сам синдром поликистозных яичников является одна из причин, откуда он появляется, это вот эта вот инсулинорезистентность. И изменив, нормализовав вес, изменив характер свой питания, да, там убрав сладкое, плюс добавив определенных нутриентов, можно восстановить и месячные, и эти все моменты решить. СПКЯ этого не будет. Но если эти моменты затянулись, и есть синдром поликистозных яичников, то тоже надо помнить о том, что женщина в группе риска по сахарному диабету. Если вдруг вот так произошло, да, сейчас благо, очень много информации на просторах интернета, и люди все больше и больше ко мне приходят, такие клиенты, которые действительно хотят получить какую-то консультацию в плане профилактики развития какого-то заболевания, и они спрашивают о гликированном гемоглобине. Если вдруг вы когда-нибудь сдавали такой анализ, такой показатель, да, он является, безусловно, очень ценным в плане ранней диагностики сахарного диабета, потому что он показывает, исходя из вот этого такого, что это такое гликированный гемоглобин. У нас с вами есть обычный гемоглобин, а есть гемоглобин, который связан с углеводами, и в зависимости от того, да, с глюкозой крови, в зависимости от того, насколько повышалось у нас уровень сахара в крови, там в течение трёх месяцев, будет и зависеть то, сколько вот этого гликированного гемоглобина, то есть гемоглобина, который связался с углеводами, есть в нашем организме, ну, то есть у нас покажут по крови. И знаю, что, допустим, в лабораторных показателях есть такой критерий, что 5,9 – верхняя граница нормы. Хочу сказать вам, что верхняя граница нормы является 5,6. 5,7 – это уже процентов, да. Это уже надо идти к эндокринологу, к терапевту, да, и разбираться, откуда такой показатель, да, и стараться исключить диабет на ранних стадиях, разобраться с этим показателем, понять, что с вами. Вот. Ну, и, безусловно, инсулинорезистентность, ее проявления, мы уже немножко говорили о ней. Кто же, кто может быть, да, в группе риска, вот где искать эту инсулинорезистентность? Прежде всего, обратите внимание на свое тело. Там, где есть вот люди, у которых есть полосочки, такие беленькие, растяжки, вы их знаете, они могут появляться у женщин там на фоне беременности, да, кто-то говорит, вот я поправился, вы могли слышать такое, я поправился, и у меня появились вот эти вот такие растяжки на коже. У подростка вы можете тоже некоторых замечать на внутренней поверхности бедра, под ручками, на бочках, на спине, красные такие багровые, вот эти вот растяжки, так называемые, да, вот, это такой, знаете, потом они со временем могут там еще темнеет, становиться более фиолетовыми, со временем они могут становиться белыми. Вот это и есть тот момент такой, да, который часто на фоне лишнего веса либо нарушения режима в последующем, да, там, в долгосрочной такой как бы перспективе может приводить к тому, что у человека тоже может быть сахарный диабет. Я знаю, что таких людей очень много, потому что клиентов своих я смотрю, да, на приемах, и знаю, что, ну, вот, такие признаки, они действительно есть очень многих, большого количества людей. Что это такое на самом деле, да, потому что читала одного как-то врача, что как-то мама обратилась, она написала такую свою историю, конечно, ну, была немножко расстроена о том, что врач, которому я вроде бы доверяла, написала такую не совсем адекватную информацию, тем более она не являлась эндокринологом. Там суть была в том, что мама написала, типа, вот, как бы она обратилась к доктору и говорит, вот, типа, у ребенка, девочки появилось, значит, есть лишний вес и есть вот эти вот растяжки, что с этим делать? И, значит, доктор сказала, что ничего не надо делать, надо обратиться к психологу. Да, безусловно, там есть момент психолога, ну, как бы, психолога, но вот эти красные, если появляются сначала не красные вот эти растяжки, то это говорит о том, что есть повышенная продукция кортизола на самом деле, да, который влияет на, во-первых, может стимулировать работу поджелудочной железы, да, выделять много сахара, там, выделение инсулина потом в дальнейшем, вот, блокировать выработку инсулина, и сахар вот этот будет, он считается таким контур, инсулярным гормоном. И также на сосуды влияет, да, и, безусловно, ну, бесследно ничего не проходит. Те люди, у которых есть вот эти вот растяжки, какие еще, да, у них могут быть проблемы, кроме того, что есть риск сахарного диабета? Это проблемы с весом, очень сложно удержать вес в норме и риск появления гипертонической болезни, то есть, ну, таких период, этап, ну, как это называется, случаев повышения артериального давления. Вот, ну, и, безусловно, болезни сердечно-сосудистой системы, если уже есть, то тоже такой звоночек, ищите диабет. Первые симптомы, безусловно, как выявить, да, давайте так немножко остановлюсь и резюмирую, да, что тогда, что делать вот с той полученной информацией, которая была на вот этом слайде. Если вы увидели себя, да, в какой-то из этих категорий, что-то отметили, то важно обследоваться. Я сейчас дальше расскажу, как вы можете с помощью обследований и каких, и что это вам даст, на что обращать внимание, вы можете понять, что происходит у вас с организмом, да, и как часто проводить исследования. Всё, я вам об этом расскажу. Если у вас есть, если у ваших близких, поговорите с ними, расскажите про эту информацию, да, и таким образом можно выявить все эти моменты на ранних каких-то стадиях, и сахарного диабета у вас не будет. Ещё одна тоже хорошая новость, такую, которую я хотела сказать, что те люди, даже у которых установился сахарный диабет, они изменили свой образ жизни, в сравнении с теми людьми, у которых нет диабета, и которые ничего не меняли, ели, жрут всё подряд, значит, те люди, у которых даже есть сахарный диабет, они скорректировали свой образ жизни, они живут более дольше, скажем так, и более чувствуют себя здоровее, чем те люди, которые… Проложительная жизнь у людей с диабетом, которые изменили способ жизни длиннее, чем у людей, у которых нет диабета и ничего не меняли в своей жизни. Так что, вот, я про то говорю, что ни в коем случае не надо расстраиваться и опускать руки никогда. Идём дальше. Первые симптомы, да, вот, допустим, вы ещё сомневаетесь, там, есть или нет, всем известны тоже, да, симптомы забьёте в интернете, сухость во рту, набор веса их тоже выписала, жажда, утомляемость, потливость, хочется сладкого, такой может быть момент начальным. Частые ночные походы в туалет – это такие, знаете, ну, как классические, можно так сказать, симптомы. Но что я вам хочу сказать по поводу вот этих моментов до зудовлагалища и нарушения потенции у мужчин. Сейчас мы про это поговорим немножко, через другую призму покажу вам. Это классические симптомы тогда, когда уже диабет прогрессирует и действительно уже происходит на фоне диабета определённое ещё изменение, ухудшение состояния организма уже на фоне сахарного диабета. Если он будет на ранних стадиях, у вас не будет никаких симптомов, ну, разве что утомляемость, потливость, да, такое вот может быть, но вы его никаких специфических таких, то есть, ну, как бы характерных для диабета, таких симптомов нет. Есть, вот очень часто женщины говорят, что вот была молочница и пошла, следовавая на гликированный гемоглобин, оказалось, что там повышенный сахар. Та же, похожий, да, момент такой, вот мужчины часто об этом молчат, не говорят на консультациях, пока их не спросишь, да, какое состояние, как дела с потенцией. Если есть нарушение реакции полового члена, есть нарушение потенции у мужчин, это тоже повод для того, чтобы прежде всего проверить сахар крови и даст возможность выявить диабет на ранних стадиях. Возможно, какие-то моменты еще там с психологом, ну, сейчас речь не об этом. Я говорю именно о первых таких симптомах по сахарному диабету. И такая, то есть на вот эти моменты, да, такие неспецифические. Либо, обращать внимание, зодовлагалищное нарушение потенции у мужчин, слабость, усталость, утомляемость. У кого нет, при каком диагнозе нет слабости, усталости, утомляемости. Но оно может быть вот первым таким моментом. Часто у нас еще люди, да, приходят, например, говорю, что вас беспокоит, почему вы решили обратиться к эндокринологу, у меня сахар повышенный. Говорю, хорошо, а если вот взять и убрать, вы не знаете, что у вас повышенный сахар, что вы чувствуете, что вас беспокоит, и люди не знают, что их беспокоит. Они настолько, ну, привыкли не обращать на себя внимания, что же на самом деле они чувствуют. Еще вот такая есть причина, да, не умеют заботиться о себе, не умеют любить себя. Причина, по которой это все пропускается, и есть та ситуация с диабетом, которая есть сейчас. Еще такая есть информация, да, что с момента появления болезни до того дня, когда она будет установлена, может пройти от 8 до 10 лет и более. То есть можете, у вас уже может быть диабет, там развиваться во всю, ну, по всей программе, и вы будете ходить и не знать. Во-первых, потому что клиника стерта, да, мы только что проговорили. И потому что не обращайте сами на себя внимания. Маришка, я смотрю, там мне пишут очень много вопросов. Если будет возможность, может, как-то сгруппирую их, и самые такие важные, значимые, может, действительно, позадавать. Вопросы не вижу, вижу только общие. Может, тебе в личку пишут вопросы? Я смотрю, появляются какие-то, значит, как это называется, ну, тут в чат. В чате, наверное, в личку, потому что в общих вопросах я не вижу. Окей, ага, хорошо. Если пишете в личку доктору, то лучше в конце будут координаты, и вы можете уже непосредственно получить полноценную консультацию. Сейчас у нас нет возможностей для онлайн-консультации. Поняла, хорошо, Марин, спасибо. Так, и обследование, да, какие же тесты помогут, во-первых, выявить либо, либо выявить диагноз, вот этот диабет на ранних стадиях, либо, я сейчас дала тут еще, это называются такие биологические маркеры. Что такое биологические маркеры? Это те показатели, которые, ну, напрямую не дают подтверждения, что это сахарный диабет, но, допустим, их нехватка на каком-то этапе приведет к тому, что он разовьется, да, и может быть причиной разных заболеваний, например, как витамин D, будем о нем говорить. Итак, какие же тесты важно знать, если вы все-таки заподозрили себя, да, в какой-то, вот не то, что заподозрили, а вы нашли себя в какой-то из групп риска, о которых я говорила. Первое – это индекс хома. Что это такое индекс хома? Это такой показатель, который, с помощью которого определяется в одномоментном заборе крови два показателя. Первый – это сахар крови натощак и вместе с ним уровень инсулина. Очень часто, да, я считаю, что это одна из самых больших проблем, почему у нас такая низкая выявляемость, ну, на самом деле, реальная выявляемость сахарного диабета, потому что считается, что для того, чтобы понять, есть ли диабет или нет, достаточно сдать сахар крови натощак. Он-то, конечно, весомый такой, ну, хороший показатель за отсутствием вообще любых других, но длительное время, опять-таки, при диабете даже сахар крови остается натощак нормальным. Это первый момент. Второе – саму ситуацию, давайте с вами представим, как мы сдаем анализы. Обычно все анализы сдаются натощак. Там рекомендуется выпивать, кстати, многие сдают натощак, но важно выпивать стакан или два стакана воды, без сахара, без никаких там лимонов и так дальше, просто чистой воды. Вот. И мы перед тем, как идти сдавать анализы, мы там еще дома просыпаемся, мы там, допустим, когда это школа, мы там собираем детей в школу, там заводим их куда-то, там идем в эту поликлинику, то есть мы делаем какие-то физические, выполняем физические какие-то, ну, не процедуры, да, активность у нас какая-то есть. При этом мы кушали только уже там где-то 10 часов тому назад. То есть получается тот уровень сахара в крови, если и был у нас повышенный, то на фоне физической активности нашей утренней, до того момента, как мы попадем в лабораторию, этот сахар нормализуется. Вот поэтому очень сложно, ну, и не совсем информативно сдавать только лишь один сахар крови. И с другой стороны инсулин. Важно не само количество инсулина, да, в крови определять, а вот именно соотношение сахара крови в одном моментном заборе и инсулина, тогда мы увидим, сколько на тот уровень сахара, который есть, количество инсулина. И тогда только можно вот это вот имеет такую ценность. Потому что если вот этот показатель будет повышен, то это говорит о том, что как раз и есть один из маркеров, он тоже, хочу вам сказать, ну, как не является стопроцентным, но очень большой такой вот дает нам понимание многих процессов, там, связанных с лишним весом, например, да, может быть повышенный индекс хомо. И преддиабетом, и уже самым диабетом вот этот индекс хомо будет повышенный. Вот. Поэтому сдавайте. Гликированный гемоглобин, мы уже говорили о нем, и он действительно является очень таким классным показателем в плане диагностики ранних стадий диабета, преддиабета. Рассказывала о нем. Есть какие особенности? Если вы находитесь в группе риска, так, кто гликированный гемоглобин, и вы определили, и он у вас в норме, то есть до пяти и шести. Значит, в следующий раз вам стоит сдать его, да, вот в плане предотвращения, там, сахарного диабета и разных состояний, связанных с ним, через три года. Вот. Если же он у вас, вот, пять и семь, там, больше, то надо обратиться к врачу, скорректировать свой образ жизни, свою физическую активность, через три месяца пересдать, перевести его в норму, дальше через год мониторить. Если же повышенный, и вы уже так, ну, определился там, если вы преддиабету, хотя бы раз в год его проверять, ну, минимум, да. Если уже есть сахарный диабет, то по рекомендациям Американской и Европейской ассоциации диабетологов рекомендуется каждые три месяца исследовать этот гликированный гемоглобин, потому что если он у вас будет, сейчас скажу про цифры, для людей уже, у которых есть сахарный диабет, до 7%, то у вас не будет осложнений, почему важно такие целевые вот показатели гликированного гемоглобина при диабете до 7%. Липидограмма. Мы уже говорили о том, что если есть повышенный холестерин, триглицериды, группа риска, тоже можно по ней очень много определить, и если будут, допустим, повышенные вот эти вот клеточки в крови, плюс будет инсулинорезистентность. Что происходит с инсулинорезистентностью, когда есть такой повышенный инсулин, и как вообще биохимически происходит этот процесс? Это когда организме нарушается чувствительность клеток к инсулину, и инсулина становится для того, чтобы снизить сахар, допустим, вы покушали, организму надо отстратить больше сил, энергии, допустим, и выработать, допустим, того же гормона инсулин, чтобы снизить уровень сахара в крови, плюс уже со временем этот процесс занимает намного больше времени. И таким образом более длительное время сахар в крови остается повышенным, это первый такой момент, да, и плюс сама вот эта инсулинорезистентность. Что происходит тогда? Когда есть такая ситуация, то вот этот сахар, он как бы пронизывает внутреннюю стеночку сосудов, стеночка такая становится как бы более такая ломкая, и там могут появляться такие как бы трещинки маленькие. И там, где трещинки на внутренней стеночке сосудов, это и есть входные ворота, где может прицепиться вот эта какая-нибудь холестериновая бляшка и вызвать дальнейшем там какой-нибудь инфаркт или закупорку сосуда. Вот на самом деле, чем опасны вот эти, когда люди много употребляют сладкого и не следят, не смотрят за своим здоровьем, не понимают определенных процессов, которые происходят у них в организме. Витамин D – ценнейший просто такой показатель. Я вам хочу сказать, что последняя конференция, на которой я была, была посвящена, в связи с карантином, была посвящена, значит, информации. В Украину приезжал, значит, доктор, эндокринолог, профессор, которая была на европейской конференции, посвященной изучению витамина D. Даже такое происходит, казалось бы, просто один показатель, а столько много вокруг него внимания. На данный момент недостаток витамина D вынесен в отдельный диагноз по классификации, международной классификации болезней, так называемой МКБ-10. И он является действительно важным фактором в развитии, как из сахарного диабета, то есть его нехватка приводит к тому, что у человека развивается сахарный диабет, гипертоническая болезнь, лишний вес, усталость, утомляемость, плохой сон, тревожность, очень много. Больше скажу вам, в организме на данный момент изучено уже более 150 тканей, разновидности тканей изучено и установлено, что там есть рецепторы к витамину D. А там, где есть рецепторы, там важно, чтобы было витамина D в достаточном количестве, чтобы они полноценно работали. Не будет хватать витамина D, ну, как бы не будет происходить, ну, как бы будет организм ломаться, ломаться со временем. Вот, и еще один важный такой момент, почему стоит судить за витамином D, потому что у него есть противо, скажем, такой раковый эффект. Когда витамина D достаточно в организме, то он защищает человека от онкологических заболеваний, процесса прогрессирования и появления, ну, тихотипичных клеток. Вот, ну, и безусловно, ТТГ, Т4 свободный, это тиреотропный гормон, Т4, это тироксин, гормон, который вырабатывает щитовидная железа, свободная фракция, тоже важно исследовать, потому что все мы живем в зоне со сниженным содержанием йода, да, в зоне и территории Украины, территории России, Белоруссии и прочих других стран, и в Европе эта уже проблема решается на уровне государства, потому что есть законопроекты, которые говорят о том, что производители пищевые концерны должны при производстве продуктов питания использовать йодированную соль, там, определенное количество. У нас такого пока что нет, мы, нам важно самим заботиться о своем здоровье. Вот, и таким образом, сейчас я просто посмотрю, следующий слайд, слайд уже пошел, слайд компании, но хочу сказать вообще, как бы резюмируя, да, от чего, ну, на мой взгляд, и, в принципе, ну, как и информацию, которую я встречала, происходит такая ситуация, произошла такая ситуация с сахарным диабетом вообще в мире, и, как вы заметили, да, с 80-го года дальше начался такой вот рост. Я встречала, просто не стала выносить, уже информации очень много, но резкий скачок пошел, начал происходить, там, просто взлетела эта статистика, где-то после 90-го года, там, с 2000-х, даже так. Так, почему так, на мой взгляд, зная, да, там, определенные знания еще в диетологии, получается, что раньше у нас было ограниченное количество продуктов, не было такого разнообразия, сейчас продуктов очень много, большое количество, их не составляет труда пойти в магазин и купить, но люди не замысливаются про то, что, как бы, все продукты можно разделить на две категории. Первая категория – это просто настоящие продукты, цельные, да, это, например, кусок мяса, яйцо, зелень, там, овощи, фрукты какие-то, и продукты, сделанные из пищевого вещества. Хлеб, сделанный из пищевого вещества, что значит продукты из пищевого вещества сделаны? Это, допустим, вот, с чего сделан хлеб? Мука, там, какие-то дрожжи, сахар, вода, там, соль, да, и по отдельности вот этих вот, ну, как бы, составляющих, то, из чего они сделаны, ты не съешь. Но, когда все это смешивается, делается выпечка, то, соответственно, тогда можно съесть очень большое количество. И наши люди, они очень любят вот эти хлебобулочные изделия, разные печеньки, там, сладости, вкусности. Что оно дает? Эти продукты, у них нарушено естественное, здоровое, да, природное соотношение белков, жиров и углеводов. И это очень, как бы, нехорошо влияет на работу внутренних органов и, соответственно, способствует тому, что развивается сахарный диабет. Люди не научились разбираться в питании, считают, что раз они вот могут, все, что они могут себе позволить купить, значит, это им можно, да. Это такой первый момент, да. И второе, что когда ты говоришь, что вот надо пересмотреть вопросы питания, это воспринимается, как, знаете, как запрет, как будто мы чего-то лишаемся. Как же, как бы там ни было, питание – это самый легкий способ удовольствия. Удовольствие. Человеку важно получать удовольствие, но если относиться к, подходить к этому немножко по-другому, попробуйте, да, вот когда вы будете пересматривать, да, там, мою лекцию, там, сейчас послушав, там, сейчас Марина может что-то расскажет, еще другие спикеры, там, будете пересматривать, да, там, в плане какие-то питания, да, своего образа жизни и то, чего вы будете себе давать, ну, как бы, вещества, да, то, что вы будете кушать, вы себя не лишаете чего-то, а вы просто, корректируя свое питание, вы себе даете, выбираете то, что вам действительно будет полезно. Отказываетесь от вредного, не от там чего-то такого ценного и вкусного, а вы отказываетесь от вредного, вы заботитесь таким образом, начинаете заботиться о себе. Вот, это такой, ну, еще один момент, да, и даже если продукты натуральные, то у нас, чего все вот эти причины, да, глубинные в развитии болезней развиваются, ну, один из факторов очень важных, это нехватка микроэлементов и других полезных веществ в натуральных, естественных продуктах, таких как витамин D, да, вот в плане диабета, да, чего не хватает, витамин D, омега-3, кальций, магний, хром, цинк и селен. Вот то, что я перечислила, то, что важно для сосудов, да, так как это считается, что это сосудистые заболевания, там, именно изменения проблемы, да, начинаются в изменениях в сосудах, да, и полноценной работы инсулина. В состав именно инсулина входит и его чувствительность, хорошая чувствительность клеточек, это цинк, селен, магний и хром. Вот, поэтому я думаю, что продукты компании, а тем более, что здесь из-за особой технологии, я уже немножко так изучаю, значит, действия этих препаратов, они действительно способны доносить прямо в клеточки. И много продукции этой компании, я думаю, Марина сейчас вам больше расскажет и другие спикеры, но действительно содержат необходимые для организма вещества, которые помогут предотвратить или улучшить течение диабета, если такое есть. Ну, наверное, все, конечно, старалась. Спасибо, спасибо большое, очень ценно, я уверена, что во время твоей лекции уже все рассмотрели, где у кого есть три, какого они цвета, растяжки. А каждый подумал, боже мой, как давно я сдавала анализы, потому что на самом деле, действительно, полностью поддерживаю свет. очень много людей, но, знаете, даже не знают, чем они болеют. С одной стороны, это легче, потому что... Это не знание, избегание, не знаю, легче думать. Но незнание законов не освобождает от ответственности. И вот чтобы не было, как гром среди ясного неба, тот же инфаркт или инсульт, потому что полностью поддерживаю, диабет – это уже нарушение углеводного обмена, это иглекация, ну, слепание сосудиков, почему страдают органы мишени, почему сетчатка глаза, атрофия, да, потом точно так же сердечко или почки. У диабетчиков же у всех практически мочекаменная потом в следствии. Работа над почечником, гормональный фон нарушается, потому что все это зависит от трофики тканей. Трофика – это и есть питание тканей. Чем выше уровень сахара... Ну, представьте, чтобы вы вместо воды у вас тек в кране компот. Вот просто на минуточку представьте, чтобы в стиральной машинке вы стирали свои вещи компотом сладким, убирали, мыли окна компотом, пол. Ну, это, может, слишком примитивно, но зато этот образ дает людям понять, почему страдает, почему нужно этот углеводный обмен восстанавливать. И вот мы дальше хотим с Марией Луговских. Мария Луговских – это лор-хирург, мама трех деточек. Мы хотим показать те продукты, которые Светлана только изучает. Вот Светлана, да, она уже пробовала, она уже дегустировала несколько раз даже. Даже кое-что заказывала для пробы, да, но это у нас все искренне. У нас нет наигранных, проплаченных каких-то спикеров. У нас все совершенно от души. Я вижу экспертность в области эндокринологии Светланы. Хотела, чтобы вы услышали. У нас еще может быть совместная по щитовидной железе, да, вот очень интересная тоже лекция. Кто хочет, пишите, ставьте сердечки, будет по щитовидной железе. Ну, многие, да, я согласен, хочется кушать полезное, но так как вот все-таки еда – это удовольствие, как же сделать так, чтобы полезное еще стало вкусным, да еще чтобы усвоилось. Вот в данном случае я 10 лет, у меня тут вот уже, я могу сейчас показать, полно стоит этих микроскопов. Я 10 лет уже изучаю влияние на здоровье человека, еды, разных факторов, потому что стресс – это тоже очень влияет. И, кстати, мы проводили эксперимент, вот так как у моей мамы диабет второго типа, мы проводили эксперимент. У нее даже после еды не так сахар прыгал вверх, как после новостей. И вот я ей говорю, мама, я тебя теперь сажу еще на информационную диету, потому что, оказывается, для нее вот это огорчение, состояние печали, состояние безысходности так било по гормональному фону, а тот уже в свою очередь на обменный процесс так влиял, что у нее из-за стрессов еще больше этот сахар прыгал. Ну, это наше личное наблюдение. Я просто к чему веду, что у немецкой компании PM International, у компании, которая производит еду, современную еду для современных людей, есть такой вот замечательный продукт, который имеет заключение лаборатории Тюфсюд, что все безопасно, натурально, никаких красителей, ароматизаторов, эмульгаторов. Здесь есть также вот написано, сделано по стандарту GMP, то есть GMP made in Germany, контролируется самим государством производства. И есть у этой компании также очень много наград, достижений. И что мне понравилось, что когда я начала изучать эту продукцию еще год назад, я увидела вот такую замечательную книжечку, справочник по продукции, и я знаю, что любой доктор, кто начинает изучать, он хочет что-то почитать, посмотреть. И вот я даже знаю обычные люди, потому что здесь написано обычным человеческим языком, почти без медицинских терминов. Я когда увидела, что здесь есть программа при нарушении углеводного обмена, я обратила внимание, на что делают акцент. Fitline Restorate. То, о чем только что Светлана говорила, что при дефиците хрома, при дефиците витамина D, в ресторете это есть. Тот же селен, он нужен при обменных процессах. Также акцент делается на дедринг, ой, на йогурт, на йогурт Fitline, потому что надо восстановить микрофлору. Наша микрофлора, она способствует тому, что меньше гниения, больше вырабатывается полезного, происходит нейтрализация вредного, и продуцируется, сами бактерии внутри нас делают много полезных веществ. И чем лучше наш микробиом, тем лучше, и плюс наша микрофлора, она же защищает иммунитет, потому что при диабете у людей появляются экземы, появляются трофические язвы, иммунная система дает сбой и начинают вирусы поднимать в свою голову. И поэтому, конечно, йогурт точно так же, как Basic, вот мы будем сейчас рассказывать с Марией Луговских, и Омега с витамином Е, и Q10, да, вот этот кофермент, который живет в каждой клеточке, который нужен нам для того, чтобы запускать ферментативную деятельность, чтобы запускать энергетические процессы. Потому что как раз в пламени, знаете, углеводов сгорают жиры, и чтобы пламя углеводов было, по ферментке 10 очень хорошо на это влияет. Поэтому, да, когда будет йогурт, пишут уже в Фейсбуке, в ее комментариях. Я сама просто с нетерпением жду йогурт у нас, в нашей стране, в Украине, пока его нет, но он есть и в России, в Польше он есть, ну, там, где раньше рынок уже был представлен. Сейчас усовершенствуют опять, усовершенствуют формулу йогурта, поэтому где-то через пару месяцев нам обещали. Но у нас есть этот йогурт с других стран, мы как-то стараемся его доставить. Но вы можете, пока у вас нет йогурта, вы можете делать акцент на Basic, вот такой вот ключевой продукт, который есть у этой компании, в котором тоже есть полезная микрофлора. И мы чуть-чуть об этом сейчас расскажем. Машенька, ты с нами, ты можешь включить камеру, микрофончик? Потому что у меня год опыта применения продукции PM International, причем в практике у нас с мамочкой потрясающие есть результаты. Но единственное, что так как моей маме 70 лет, то эти результаты еще довольно нестабильны. Так, Маша пишет, что не может включить микрофончик. Маша, а подними ручку, чтобы я могла дать тебе доступ. А вот она, Машулечка, сейчас, родная. Сейчас сделаю тебя соорганизатором. У нас сегодня сбился интернет через компьютер, но зато здорово, мы сработали команда, и слайды есть, и все есть, трансляция происходит. Мария. Добрый день всем, как меня слышно? Я пока вот сюда... И слышно, и видно. Все отлично. Можно мне сразу слайд следующий, пожалуйста, чтобы мы уже более предметно говорили. Приветствуем всех участников. Да, у тебя больше опыт применения продукции. Светлана еще не так активно применяет продукт, но я вам настоятельно рекомендую, как можно раньше начать. Почему? Потому что у нас действительно потрясающие результаты с этим продуктом. Ну и чтобы вот так вот сейчас начать свое выступление, позволю себе с одного результата. Если можно, Светлана, следующий слайд, пожалуйста. Когда моя знакомая хорошая обратилась ко мне с вопросом, что мне взять для своего папы, у него сахарный диабет, тяжелая форма полинейропатии, он не может уже практически сам ходить, но с трудом перемещается. То есть мы сейчас говорили о профилактике, о первых признаках, но мы говорим сегодня о том, что это тяжелое заболевание, которое приводит к большим недугам у человека. Это со стороны зрения, со стороны нижних вестных конечностях, ну чаще нижних в конечностях и так далее. И вот она обратилась к вопросу, что нужно, а у нас есть готовое решение, это программа от компании, программа при нарушении углеводного обмена. И если можно, следующий слайд. Марина, похоже, Светлана не может перелистывать по какой-то причине. Да-да, сейчас, Машенька, я пробую войти с компьютера, чтобы перехватить инициативу. Окей, ты пока продолжай. Да, и вот буквально она подключилась 5 июля вот этого года, 2020 года, и мы разговаривали три дня назад, и она делилась результатом, отзывом от своего папы, который не только стал более активно ходить и перемещаться, он смог сесть за руль автомобиля, он уже более года не садился за руль автомобиля, потому что он физически не мог везти машину, не работали руки-ноги так, как нужно, да, в частности ноги за счет полинейропатии. Вот, и даже месяца не прошло употребление продукции Fitline, как этот человек смог сесть за руль автомобиля и доехал из сада до дома. Вот, знаете, это просто такое счастье, когда человек рассказывает отзыв о близком человеке, который ему дорог, и когда так быстро мы видим результаты, поэтому те, кто еще не с нами, просто более серьезно отнеситесь к той информации, которую мы даем, и начните пробовать себя, и вы увидите, даже если, слава богу, у вас нет сахарного диабета, как бы сегодня тема просто по этой теме, да, но это продукт не только, когда есть какие-то проблемы, начните пробовать этот продукт, когда вы здоровы, и вы почувствуете качественно другой уровень жизни, уровень здоровья. Итак, мы говорим о базовой программе, которая рекомендована научно-медицинским советом компании PM International. На минуточку представьте, научный совет включает в себя 350 ученых, это ученые Германии, Австрии, Америки, Сингапура, Японии, об этом официально заявляются научные сотрудники именно медицинского совета. Они регулярно встречаются для того, чтобы обсуждать ведущие проблемы, находить пути решения, использовать максимально доступные, максимально эффективные ингредиенты. И сегодня вот этот мозговой штурм огромного количества ученых дает нам возможность просто взять программу, которая напечатана в каталоге, которая есть в электронном виде, и дать это благо другим людям. Ну, как этим не воспользоваться, возникает вопрос. Конечно же, вот чтобы сегодня говорить о том, что это лучший продукт, я это пишу в соцсетях, я об этом говорю в открытую, я пропустила этот продукт через свое сердце, через свою семью, через своих близких, чтобы посмотреть, насколько эффективен продукт. Что значит эффективен? Когда ты быстро видишь эффект, например, у моего папы стали появляться темные волосы на затылке, чего раньше не было. То есть витамины группы В, а он пил только Активайз, и у него пошел быстрый отклик организма. То есть он и до этого пил витамины. Мы стараемся регулярно приобретать витамины, каждый месяц заказывали для родителей, для себя. Но такого эффекта не видели, а начали употреблять Фитлайн и увидели. Так вот, результат моей знакомой, сейчас это уже не просто знакомая, это уже партнер нашей компании. Она активно сама употребляет продукты, делится информацией с другими, потому что она увидела, как продукт помог ей. Она, во-первых, сама очень помолодела за месяц, пока она была в отпуске. Ей коллеги на работе сказали, что ты с собой сделала. Ты помолодела и постройнела. Минус 6 килограмм за месяц на продукции. То есть это классно. И у мамы результаты, и у папы. Как можно молчать об этом продукте, когда ты сам получил такой эффект на своем здоровье и у своих близких. И у меня тоже в семье много результатов, но я уже об этом говорила. У нас сегодня тема все-таки больше к эндокринной системе. Нам сейчас Светлана замечательно объяснила, какие нужны микроэлементы. Кальций, цинк, селен. Все это нужно нам для того, чтобы магний, и для того, чтобы работал хорошо механизм усвоения глюкозы с инсулином. Все это связано с инсулинорезистентностью. И на первое место вы видите, что компания поставила продукт рестораты в этой схеме. Причем тут получается один раз в день тоже рекомендуется по схеме. Просто я смотрю, просто программе по коррекции веса рекомендуется несколько раз в день. То есть после каждого приема пищи. То есть если при сахарном диабете есть избыточный вес, то рестораты можно применять 2-3 раза в день. Если вес нормальный, то только один раз на ночь по одной мерной ложечке. Причем, обращаю ваше внимание, в упаковочках есть мерная ложечка, вот такая маленькая, то есть малюсенькая ложечка по одной мерной ложечке. Можно увеличивать до трех мерных ложек в день. Мы сейчас про рестораты отдельно поговорим. Йогурт – шикарная программа, которая включается. И несмотря на то, что сейчас в каких-то регионах этого продукта еще нет, как на Украине, он все равно появится, и вы эти знания сможете использовать. И обязательно, конечно, омега и коэнзим Q10. Но о них поподробнее. Давайте следующий слайд, пожалуйста. Вот он, наш рестораты. Марина. Да, я скажу, что ресторейт мы все очень любим. И ресторейт, кроме того, что это лакомство, кроме всего этого, это еще невероятная польза. И если взять его состояние, вот состояние микроэлементов там внутри, это цитратная форма, это самая легко усвояемая форма. И витамин D, который поместили, он тоже, несмотря на то, что витамин D – это жирорастворимый витамин, точно так же, как витамин А, витамин Е или омега, здесь витамин D тоже в мицеллированной, в сухом формате, но в мицеллированной форме. И именно поэтому скорость усвоения ресторейт приравнивается к парантеральному ведению, это говоря, медицинским языком. А если говорить обычным языком, как внутривенное или внутримышечное ведение, то есть когда вы непосредственно что-то вводите уже, и вот именно карбонатная форма, которая внутри пакетика, она, когда вы смешиваете с водичкой, небольшое количество именно за счет того, что там есть правильно, я уже не буду грузить терминами, она немножечко шипит, и вот в этот момент шипения переходит в цитратную форму. И я вам скажу, что может быть, я сейчас один пример такой, Машенька, мы тебя видим, если что, камера твоя включена. Вы возьмете такой пример из жизни, может быть, кто-то это даже делал, яичная скорлупа, и когда ее сушили, перетирали в порошочек, а потом что делали для того, чтобы она усвоилась? Они, ну, я просто когда-то тоже это делала, когда у меня не было ресторей, да? Я брала небольшое количество яичной скорлупы, этой перетертой, ложечку, поливала потом лимонным соком, и вот это шипение, после того, как уже все перешипело, после этого только я выпивала, запивала водичкой. То есть я не знала еще тогда, что я делала себе цитратную форму, но это, кстати, помогло мне спасти, и меня спасло мои волосы и зубы после вторых родов, потому что был маленький интервал, и я думала, что я рассыплюсь после вторых родов, у меня шесть зубов просто улетели сразу махом, и я очень рада, что у нас есть ресторей. Я заметила, кстати, что за этот год у меня нет ни одной новой дырочки, даже точечки на зубах, вот что мне тоже очень приятно. И, кстати, детки тоже, мы намного меньше теперь обращаемся к стоматологам, хоть вообще я 10 лет биодобавочки подключаю в рацион, но я заметила, и, кстати, ресторейт дает такую классную фазу глубокого сна по поводу, какие травы используют Аюрведу, ну, именно в составе, у нас не указано. По поводу дозы витамина Д3 в ресторейте, вы понимаете, дозировочка тут указана и на упаковочке, и даже есть в самом справочнике, но что я хотела, на что я хотела обратить внимание, за счет того, что это мицеллированная форма, усвоение в 5-6 раз лучше, чем обычная доза, и плюс за счет того, что мы получаем еще не моновитамин, а именно полисостояние, и причем друг друга, вот сейчас вот нашла специально, смотрите, в справочнике указано, что научный совет просчитал, что у нас витамина Д3 хоть в дневной порции 7,5, но если взять это по суточной дозе, это 150 процентов, поэтому вы более детально посмотрите в справочнике и на сайте компании. 7,5 миллиграмм. Так, окей, Маша. Да, смотрите, еще хочу что добавить. Для того, чтобы применять рестораты, вы можете просто использовать обычную воду, размешивать одну мерную ложечку и принимать на ночь. Таким образом, вот все функции, о которых говорила Марина, да, и зубы, и волосы, и кости, и сон, все это нормализуется, еще дает хорошее ощелачивание при сахарном диабете, при эндокринных нарушениях, вообще при сбое, при нарушении обмена веществ всегда есть сдвиг в кислую сторону крови, PH. И у нас, кстати, была замечательная лекция Далины Николаевны Костиной. В компании есть штатный врач, сотрудник, вот это в России, есть еще Елена Ткачук на Украине. По кислотно-щелочному равновесию, кто еще не был на Академии питания и не слушал эту лекцию, прям рекомендуем взять, найти эту запись у тех, кто вас сюда пригласил. И посмотреть, потому что настолько основательно про кислотно-щелочное равновесие, ну, я слышала впервые от своих коллег. Вот. И рестораты, он базовый продукт в программе при нарушениях углеводного обмена. Марина, а по-моему, у нас есть между вот этим слайдом и предыдущим еще слайд бейсика, мы его пропустили. Может быть такое? Еще выше? Раньше? Нет, 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 назад. Вперед, вперед. Вернуться к Светлане, к ее слайдам. Я тот слайдик, который, те слайды, которые ты есть, сегодня просто из-за того, что завис у меня. Вот следующий слайд. Вот следующий слайд. Вот, да. Почему я попросила вернуться сюда? Потому что есть программа при нарушении углеводного обмена, а есть понятие в этой компании, это не только в этой компании, поймите, это понятие нашего здоровья, нашего организма, понятие того, что нужно базовым продуктам нам, это клетчатка, это волокна, это пробиотики. И вот здесь у нас на первое место, помимо программы, включается еще Basic, это базовый продукт, либо Junior. Почему Junior? Потому что очень много уже людей, ну, когда, знаете, как мы сейчас говорим про филактики, мы об этом, и мы хотим, чтобы люди для поддержания здоровья все это применяли и использовали, но в нашей реальной жизни мы сталкиваемся с тем, что приходят люди и говорят, слушай, там у моего знакомого вот такой караул, не будем перечислять все, что с медицинской точки зрения у этого человека есть, да, вот, и что нам нужно, что ему дать. И тогда нужно обязательно начинать с базовой программы, которая есть вообще в компании, разработана специально для того, чтобы почистить лимфу, почистить печень, восстановить кишечник, мы об этом много говорили на теме очистки организма, вот, и два продукта, Basic, либо Junior. Как разделить? Есть ли люди уже пожилого возраста, есть какие-то тяжелые проблемы со здоровьем, в реально тяжелые состояния какие-то, да, вот, пожилым людям лучше Junior, да, это облегченная формула, Basic Light можно назвать, если так, да, и это официально так компания рекомендует для детей и для пожилых людей. Если же мы говорим о людях, ну, цветущего возраста, до 70 лет, назовем это так, да, там может быть 70 с хвостиком, то Basic как базовая программа будет везде сопутствовать вот всем продуктам, которые есть, потому что здесь клетчатка, еще раз повторюсь, здесь пробиотики, здесь все, что нужно нам с вами для ежедневного очищения. Поверьте, анализируйте свой рацион питания, честно положа руку на сердце, но нету там того, что нужно нашему организму, то, как питались наши предки еще 100 лет назад, и редька, и свекла, и морковка, и все это в свежем виде, в достаточном количестве, да, как бы, чтобы это просто попадало в наш организм. Не зря нам Светлана сказала, что проблема сахарного диабета, углеводных нарушений, это проблема последних десятилетий, да, которая сформирована вот буквально на наших глазах. Марина? Я даже скажу, что я себе вот сижу и анализирую, что даже раньше монопитание даже было, потому что у людей не было такого разнообразия, столько овощей и фруктов каждый день, но даже монопитание было лучше, чем поливитамины сейчас, которые нам предлагает классическая аптека. Почему? Потому что, ну, как бы ни было, но синтетические витамины, к сожалению, не являются даже близки к тому, что может делать натуральный витамин. Единственное, что многие люди перестали усваивать, даже из обычной еды, то, что они усваивали раньше, из-за нарушения работы, например, даже из-за того, что перестали жевать. Раньше было еды мало, и поэтому ее выжевывали до состояния практически пены, а сейчас еды много, ее глотают, из-за этого уже еда кусками попадает, больше запускает процесс гниения, чем кормление нашего организма. И поэтому мне очень импонирует то, что у этой немецкой компании уже все изначально ферментировано, измельчено до такого состояния, до которого мы не дожевываем. Ну и у современных людей нарушена и кислотность желудка, и сокращение, ну как, уже стараюсь, поспешу, работа именно желчного пузыря, да и печени тоже, и поджелудочный сок уже не такой качественный, как был микробиом, то есть внутри микрофлора нарушена перистальтика кишечника, и вот пошло-поехало, в результате люди едят много, усваивают мало, формируются дефициты полезного, но еще при этом изобилие токсинов. Ну как тут не взбунтоваться органом? Поэтому, конечно, для меня очень приятно, что есть еда, которая минимально калорийна, минимально содержит тех же углеводов, но максимально содержит полезного. Кстати, интересный такой для меня был тоже момент, потому что диабет контролирует количество вот этих хлебных единиц, количество сахара, и вот оказывается один коктейль с джуниор, это как одна семнадцатая яблоко. Представляете, насколько важно? Да, там тоже есть немножечко углеводов, но они нужны нам для функциональности нашего организма, и если в клеточку быстро заходит все остальное, то точно так же в клеточку должны быстро зайти и углеводы. Здесь правильный подход в балансировке питательных веществ. Давайте дальше. Что касается еще диабета, я вам скажу так, что люди перестали пить чистую воду, они начали пить всевозможные газировки, и я думаю, что когда люди опомнятся, они поймут, что если они начнут вазоны свои поливать всем этим кофе, чаем, компотами, сладкими водами, они увидят, как быстро вазоны начнут болеть. Поэтому я все-таки призываю всех пить чистую воду, тогда вам даже меньшее количество клеточного питания принесет еще большую пользу. Давайте, пожалуйста, если можно, Светочка, следующий слайд. У нас сегодня курирует, модерирует слайды Светлана Свечкарь. Это врач-эндокринолог с 15-летним опытом, врач, которая изучает сейчас продукцию PM International, но при этом является потрясающим экспертом. Я очень признательна за твое время, Света, сейчас с нами, и за такую поддержку, даже техническую. Да, спасибо. Значит, смотрите, рестораты, мы с тобой абсолютно согласны. Чистая вода – это основа здоровья, об этом тоже можно целые воды писать, но мы сейчас сделаем больше сейчас акцент на тех продуктах, которые хорошо подходят при сахарном диабете. И я позволю себе без слайда сейчас показать еще один продукт. Кауксель называется ProShape All-in-One. Почему? Потому что, когда я слушала Светлану, у нее прям в такой красной линии прозвучало нарушение обменных процессов, нарушение жирового обмена, увеличение массы тела. И вот этот вот продукт ProShape All-in-One, даже если сейчас его нет на Украине, ничего страшного, будет в ближайшее время. Нет, его нет на слайдах, Светлана, вы оставьте, пожалуйста, нам слайд с рецептой йогуртом. Да, спасибо. ProShape All-in-One, как аминокислотный комплекс, комплексом всех витаминов, рекомендовано тоже, кем рекомендовано? Нами рекомендовано. Почему? Потому что мы видим эффект от этого продукта. Во-первых, протеины нужны как строительный материал, это кирпичики, из которых строится у нас более 2000 видов белков в организме, и плюс микроэлементы и витамины здесь уже все есть. Плюс это полноценное питание, то есть можно заменить полноценно обед или ужин этим продуктом, и тем самым дать пользу для своего организма, и идет снижение массы тела, уменьшение объемов, уменьшение жировой ткани, то, что как раз у нас является предрасполагающим фактором, об этом говорила у нас Светлана, и к сахарному диабету, и к ожирению, к нарушению сердечно-сосудистой системы, то есть это все для профилактики либо для поддержания. То есть как можно вообще полноценно перепустить? Вот есть реально классный комплекс, водорастворимые белки, которые как бы идут как приятный коктейль, можно использовать, и нужно добавлять в свои программы. Еще мы включаем официально уже от компании PM International, от научно-медицинского совета про биотики, включенный вот этот замечательный йогурт, включен в программу при нарушениях углеводного обмена. Почему? Потому что когда вы употребляете йогурт на регулярной основе, то есть каждый день небольшая порция, то уменьшается тяга к сладкому, восстанавливается микробиот, нашего кишечника. Это очень важно понимать, что при нормальном, нормальной микрофлоре желудочно-кишечного тракта восстанавливаются очень многие функции автоматически в организме, потому что наши дружественные микрофлоры это наши друзья, которые помогают и в выработке ферментов, и в утилизации токсинов в организме и так далее. И вот этот йогурт, он не зря включен в программы, его рекомендовано, если мы вспомним картинку в программах, рестораты и йогурт, обязательно при нарушениях углеводного обмена меняется, восстанавливается в организме пробиотиками нормальная микрофлора. Мариночка, есть что добавить, или мы пойдем дальше? Что тут добавить? Мы тут просто облизываемся, потому что у нас йогурт на вес золота, но я скажу, что мы научились его делать даже чуть-чуть с меньших дозировочек, нежели компания обозначает. Я это от себя просто говорю, не как дистрибьютор компании, как человек, который ценит качество. Один пакетик на один литр от компании обозначено, и если у вас есть продукт, вы можете так делать, но мы уже увидели, что даже одна мерная ложечка шикарно заквашивает и дает результаты на одна ложечка на литр, то есть можно на 10 литров сделать, когда у вас дефицит этих йогуртов. Но это очень круто работает, и я видела уже просто, как восстанавливаются кожные покровы, благодаря, ну, именно уходит высыпание, восстанавливается, ускоряется, скажем так, как заживление ран, когда подключать вот этот йогурт. Хоть это и для здоровых людей, но мы же понимаем, что здоровых нет. Можно следующий слайд, потому что время уже поджимает, и хочется основное сказать по поводу влияния омеги с витамином Е, коэнзимом Q10 при сахарном диабете. Вы слышали, да, что ключевые повреждения, это, конечно же, сердечно-сосудистое, из-за гликации сосудов, из-за того, что повышается вязкость крови, снижается оксигенация, если говорить обычным языком, это количество кислорода не только в крови, но и в клеточках, и в тканях. И вот, знаете, такая тихая смерть для органов приходит, поэтому мембрана, стабилизирующая омега, продукт, который восстанавливает и вязкость крови, восстанавливает текучесть крови, продукт восстанавливает мембрану нашей каждой клеточки, через которую потом и проходит этот, понимаете, инсулин вместе с молекулой именно сахара, ну, глюкозы, то есть, извините. И вот именно поэтому мы получаем очень хорошие показатели благодаря омеге-Q10. По крайней мере, у меня тысячи людей уже рассказали, что давление в норме, причем за пару минут даже достаточно покапать под язычок, причем у кого низкое повышается, высокое снижается, то есть именно в норме. И еще, конечно, если взять омегу, она вообще нужна, потому что, когда ухудшилась микроциркуляция, ухудшилось уже все. И суставы страдают, и фильтрация, и газообмен в легких, все это, все-все-все нуждается в омеге. И даже вот, хоть у нас тема по диабету, но есть у нас сейчас такой, ну, знаете, наглядный, наглядный интерес у людей, это вот вирусы сейчас, против вирусов, поверьте, для того, чтобы был сурфактан, вот это вещество в слизистой нашей альвеолы, нам нужна омега, чтобы защитить свои тоже от проницаемости клеточки и ткани. Фух, приплела всю кучу, но просто я знаю, что сейчас осень начнется, и будет у людей опять этот вирусный страх, поэтому надо кушать обязательно. Машенька, давай ты. Да, еще очень хотелось бы, ты все правильно говоришь, потому что, если мы об этом говорить не будем, то кто об этом скажет, понимаешь, то есть это же, оно витает в воздухе. Если говорить конкретно про омегу, и что я бы хотела добавить, смотрите, нарушение со стороны зрения, это одна из очень серьезных проблем как осложнение при сахарном диабете. И я читала отзыв, у нас есть большие такие отзывы в чаты, да, и кто еще не в этих чатах, просто попросите тех, кто вас сюда пригласил, чтобы вас включили в этот чат, чтобы вы могли почитать отзывы от людей, посмотреть, как работают продукты. И я читала отзыв такого плана, что включили в программу базовый продукт, включили лютеин, и как бы не было должного эффекта по зрению, по улучшению зрения. И когда добавили омегу, очень быстро стали получать результат по улучшению зрения. От себя могу сказать, что омега – это просто фантастическое. Вот вы знаете, есть такое понятие, вот я просто вижу в интернете такую штуку, когда люди начинают в какой-то компании работать, и говорят, «О, это классно, это самое лучшее, это самое лучшее». У меня возникает вопрос, ребята, вы хоть это попробовали, чтобы так говорить? И вот то, что я говорю, это значит, я попробовала, и я увидела в сравнении с другими формами, которые мы применяли. вот в частности омега во время беременности я начала кушать продукт именно во время беременности, потому что он официально разрешен беременным и кормящим, и именно программу для беременных. И у меня были очень серьезные проблемы со сном. Больше полугода я практически не спала, но применять какие-то препараты для сна я не могла, потому что я была беременна, да, это могло повлиять на ребенка. Я принимала омегу, я принимала витамины для беременных хорошие, то есть все было в комплексе, все я это получала. Но как только я подключила омега-3 и рестораты, вот этот продукт, то есть я принимала, по сути, джуниор, рестораты, омегу и йогурт. Вот эти четыре продукта, то, что было разрешено беременным. Вот. И я буквально на вторые-третьи сутки я поняла, что я начала спать и высыпаться. Это было такое счастье. И когда мне первый раз я спросила у Марины, только узнав о компании, Мариночка, сколько стоит омега, посмотрела по прайс-листу, говорю, ну, так тут, в принципе, это дороже, чем я покупаю, зачем я буду такую брать. Это была моя первая реакция. Но я видела результаты других людей, и мне захотелось самой попробовать и ощутить разницу. Вот это очень важно, чтобы вы не просто, ну, слышали кого-то там или читали чьи-то публикации, что там люди говорят, что классно. Вы попробуйте сами и посмотрите, ощутите вот эту разницу. Я буквально в первых дней я поняла, что несколько капель этой омеги, оно работает эффективнее, чем полбанки капсул съеденной омеги. Это реально так, потому что это мицеллированная форма, она водорастворимая, она проникает прямо в клетку. И если говорить о программе сахарный диабет, вот для тех людей, кто страдает трофическими нарушениями, у кого нарушение микроциркуляции, то вот эта омега, она помогает напитать и восстановить клеточки, которые сейчас уже страдают. Просто услышьте эту информацию и просто говорите, показывайте людям схему. То есть мне вот вчера реально человек сказал, ну я не олигарх, чтобы покупать такую продукцию. По сути, получается не так дорого. Очень, ну скажем так, это средний ценовой сегмент, который может себе позволить практически каждый человек, если понимает ценность этого продукта. Потому что вы экономите на лекарствах, вы экономите на походах к врачам и различных обследованиях получаете эффект от этого продукта и вы получаете качественно другое здоровье. Поэтому омега и коэнзим-Ку-10 включены в программу. Коэнзим-Ку-10 у нас очень важен тоже для сердца, для сосудов. Мы говорили о том, что идет повреждение сосудов в первую очередь гликированным гемоглобином. И нам нужно коэнзим, чтобы восстанавливать. И омега нужна, чтобы восстанавливать сосудистую стенку. Поэтому их ученый совет и включил в программу при нарушениях углеводного обмена. Поэтому давайте людям комплексно и даже буквально 3-5 капель, хотя вот здесь на упаковочке, на бутыльке написано 35 капель суточная норма, чтобы мы не забывали. Но даже 5 капель в день этой омеги сделают больше пользы, чем, я еще раз повторюсь, глотая горстями капсулы, омегу в капсулах. Это не слова рекламные, это то, что я прочувствовала по своему здоровью, потому что мне Марина писала «Маша, разберись, Маша, разберись». Но у меня просто физически не было сил во время беременности с этим совсем разбираться. А когда я попробовала продукт, я буквально с первых же дней это почувствовала. Поэтому я вам желаю разобраться в продукте, почувствовать, насколько он круто работает. И в завершение хотим вам показать последний слайд, ну, он последний, потому что там будет слайд с результатами. Вот, еще один продукт, следующий слайд, Светлана, пожалуйста. Это муноген. Муноген – это продукт для сосудов. Он тоже разработан специально компанией для сосудов. И вот это состояние полинейропатия как раз это нарушение будет и трофики, и сосудистого русла, и у таких людей с сахарным диабетом есть трофические язвы. Это тоже такое сложное состояние, которое лечится с трудом. Эти язвы не заживают, не восстанавливаются. Это большая проблема для людей. Они еще инфицируются. Так вот, чтобы избежать этого, чтобы профилактировать нарушения со стороны сосудов, у нас есть шикарный комплекс муноген. И аналогов вот я на сегодняшний день такой мощной формулы не видела. Мы на теме сосудов об этом говорили, и я сегодня об этом так прям громко заявляю, потому что я получила шикарный результат на своей дочери. Я счастлива, что этот продукт вообще появился в нашей семье. И на сегодняшний день этот продукт известно, доказано, что он обеспечивает синтез оксида азота. Оксида азота это сигнальная молекула, которая нужна нам для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и сосудов в частности. Обеспечивает улучшение эластичности сосудов. Почему сосуды при повышенном давлении, при повышенной нагрузке, повышается артериальное давление, повышается нагрузка на сосуды, лопаются и появляются проявления инсульта, инфаркта. Это не что иное, как разрыв сосудистой стенки. Потому что стенка становится неэластичной, она истончается, она как тряпочка, такая тоненькая. Вот эти шарики надувать, сдувать, воздушный шарик обычный, который играют дети. Десять раз вы его надули-сдули и уже резина становится тонкой, она просто быстро порвется. Так вот моноген, он дает укрепление эластичности сосудов, то есть функция его одна из основных. И его, конечно, рекомендовано включать в программы по, когда есть уже проблемы по сосудам в организме. Сустав вы здесь видите, обращаю внимание, все натуральные ингредиенты, здесь везде и эль-аргинин, и эль-сатрулин, то есть левовращающие вещества, а это значит натуральные из природных ингредиентов, потому что то, что синтезировано химически, такими свойствами не обладает. К сожалению, если вы зайдете в аптеку, то там 99% того, что там есть, я имею в виду из препаратов, да, это все химически синтезированные вещества. И разница очень колоссальная, когда вы употребляете натуральные продукты, когда вы используете химию. Марина, давайте перейдем к последнему слайду, я знаю, что тебе хотелось рассказать результат своей мамы, потому что он действительно потрясающий, и дай бог, чтобы все дети так заботились о своих родителях, чтобы были такие хорошие результаты, и чтобы наши близкие были здоровы. Я с вами на этом прощаюсь, Марина, передаю тебе слово для последнего результата. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Машенька. Так как телефон уже задействован, звоночек не смогу сделать, потому что из-за сбоя в интернете пришлось выйти на мобильную связь. Но скажу, что у мамочки моей уже три года сахарный диабет почти четыре года проявился. Он наверняка был давно, потому что гипертония уже очень давно, мочекаменная уже очень давно. И хочу просто отметить, что благодаря клеточному питанию, благодаря FitLine жизненному тонусу Омега, Q10, Activize по чуть-чуть она принимает Basic, Restorate, благодаря этим продуктам у нее сразу с первых дней показатели артериального давления нормализировались. Потом мы добавили CellShoot и GillingFit, и я увидела мощнейшие результаты по ее аутоиммунному ревматоидному полиартриту. Мы сошли со всех гормонов и обезболивающих препаратов. Она выровнялась, начала ровненько ходить. И вот спустя шесть месяцев приема продукции я ей перед карантином успела подарить еще Beauty, и мы добавили к ее рациону Beauty. Муноген она у меня принимает тоже. Кстати, лютеин, от лютеина она просто, она оды поет лютеину. И в Украине будет скоро лютеин, буквально может быть недельку еще и будет уже в продаже. И у нее исчез симптом вот этот песок в глазах. И когда мы получили, когда я подключила Beauty, вот вы знаете пептиды коллагена, насколько это важно. У нее улучшились показатели по уровню глюкозы в крови, и вот она говорит, даже было 5,5, это впервые за 3-4 года. Да, она, когда улучшаются показатели, она почему-то сразу расслабляется. Тут она уже мед с вощиной начала кушать, опять прыгнули эти показатели. Ну, то есть, я, ну, не хочу вам, чтобы вы подумали, что это какая-то панацея. Обязательно надо следить за своим питанием и нельзя расслабляться. Знаете, как меня муж шотит, как вы расслабляетесь, а я и не напрягаюсь. Вот людей в возрасте тяжело переучить по поводу того же там питания, но когда мы увидели вот все эти показатели ее улучшения, вы знаете, у меня душа поет, и хочется мне донести сейчас каждому. Вот есть такое понятие, это профилактическая еда, это профилактическая еда, и лучше, вы знаете, выздороветь до того, как заболеете. Если заниматься профилактикой, можно не допустить себя до этого диагноза. Я видела, что вот есть вопросы, да, какое молоко лучше для закваски йогурта, можно даже растительное, любое, там у нас в чате расписаны эти рецепты. Вот по поводу 5-6 капель омеги-Q10, давление нормализируется очень быстро, много таких результатов, да, вот пишет Зарема, это уже в фейсбуке в комментарии. Есть и у меня тоже, я поддерживаю Машу полностью, я в восторге от подхода Светланы Свечкарь, как доктор-эндокринолог, знаете, как настоящие поступают ученые, они видят что-то толковое, начинают на этом концентрировать свое внимание, даже берут и проверяют это на себе, проверяют это, потом начинают исследовать реальных пациентов, и тогда только делают свой вывод, не так, что просто кто-то что-то увидел в прямом эфире, а ерунда и еще что-то, нет, если ты несешь свою миссию как доктор, это только должен быть осознанный подход с глубинным анализом происходящего, надо ли употреблять дополнительно витамин D, если принимаете ПМ, не надо, потому что вы получаете витамин D здесь и косвенно, и в прямом формате, и улучшаете его даже усвоение, благодаря улучшенной микроциркуляции даже в коже, вы легко синтезируете витамин D, уже получая его от солнышка даже, поэтому, конечно, результатов у нас очень много, я просто хочу обратить ваше внимание на то, что есть профилактика и даже дорогая профилактика дешевле самого дешевого лечения, и именно поэтому я призываю всех пользоваться продуктами, я хочу попросить Светочку, Светлану включить последний слайдик, мы благодарим всех участников за внимание, благодарим за то, что вы писали свои отзывы и почти час, даже почти полтора часа, вообще час сорок пять, но пока мы там настроили все это дело, своего времени вы уделили своему здоровью, знаниям, и, конечно же, всем спикерам низкий поклон, потому что это ваше жизненное время, у Светланы оно расписано в плотнейшем графике, и у Марии есть маленькая, еще третий ребеночек, доченька, которая просит внимания, но все нашли для вас, для уважаемых слушателей, свое бесценное время и знания, и если кому-то нужна будет консультация доктора-эндокринолога, вы можете обратиться по этим данным, которые вы видите на экране, Светлана любезно будет готова вас проконсультировать там уже в частном формате, чтобы не превращать в онлайн-консультации, и, конечно же, обратитесь к тем людям, кто вас пригласил на этот эфир, если вы захотели заказать что-то из данного продукта, вам подскажут, как это можно заказать по нашей внутренней цене, без каких-либо, знаете, на ценах, без каких-либо, здесь не будет впаривания или навязывания, здесь будет просто с любовью порекомендовано, и вы добавляйтесь в наши чаты, мы сможем таким образом, вы сможете наблюдать за теми людьми, кто пользуется продуктом, получать для себя полезные лайфхаки, потому что, да, у компании обозначено одно, но то, что мы иногда видим, и как мы это можем еще нетрадиционно применить, иногда это очень здорово выручает, поэтому спасибо всем большое, если надо увеличить вес, Светлана Игорская спрашивает, то обязательно дайте продукт, у нас есть люди, которые, можете добавить еще про шею, амино, аминокислоты, и на продукте вес нормализируется, кому надо, снижается, у меня 10 килограмм минус, у Маши, вон, после рода минус, у моей дочери, которая 4 месяца назад родила, уже 14 килограмм минус, понимаете, будучи просто кормящей мамой, она кормит грудью, при этом кушает достаточно хорошо, но благодаря тому, что клеточное питание есть у нее, и ребеночек с кожными покровами, чистенькие, и она сама хорошо себя чувствует. По поводу еще вопрос, если после ресторита сахар сильно падает, уровень сахара в крови, на ночь, пейте его после еды, значит, там есть просто еще дополнительно медикамент у этого человека, пересмотрите медикаментозное лечение, уже не нужно столько лекарств, когда есть фитлайн. Всем спасибо, всем низкий поклон, у нас, кстати, в субботу будет вообще потрясающая медицинская академия, и она доступна только для партнеров компании PM International от главы научного совета, представляете, есть научный совет, 350 ученых, собранных по всему миру, и вот глава научного совета доктор Тобиас Кюне будет в субботу давать нам эксклюзивные знания, но эти знания доступны только для партнеров, потому что надо будет указать свой номер, надо будет указать пароль, это закрытая информация, но если вы заказываете для себя продукт, вы можете автоматически стать партнером этой компании, и будут у вас и скидки, и знания, и просто возможно даже путевка в жизнь, потому что с этим продуктом можно, рассказывая другим, выстроить потрясающую экологичную карьеру, и создать себе светлое будущее с чистыми деньгами, принося другим пользу. фух, ну что ж, спасибо всем, я думаю, что мы справились, чуть-чуть задержали, но я думаю, что мы справились, по поводу онкологии, да, эфир будет, я думаю, что мы подготовим еще просто спикеров, у нас есть уже наработки, у нас есть уже люди, которые готовы дать обратную связь, но все равно надо понимать, что всему свое время, надо еще найти онколога, который готов выступить, потому что очень сложно, несмотря на то, что, казалось бы, вот врач в первую очередь может разобраться в этом продукте, кто как не доктор, а тут есть свои нюансы, но я благодарна компании за то, что врачи, медики разработали этот продукт для самых обычных людей, и мы всегда будем в первую очередь говорить о профилактике. Спасибо всем, спасибо за отзывы, спасибо за профессионализм уважаемым докторам, и спасибо вам, участникам, за то, что послушали и поделились этим эфиром. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok